Даже если вы братальный... Братальный... Братальчик! Йоу! What's up? Ну что, гирлянду развесили, мандаринчиками закупились, ёлочку поставили. Ну, я вот поставил, выглядит не очень симпатично. Ну, как смог, так и сделал. А может быть, уже рассчитали минимально необходимый вам объём оливье? И что, новогодней магии всё нет? Та же фигня, ребят. Да и знаете, хочется в этот праздник сесть за стол и посмотреть что-то уютное, семейное. Тёплое. Вот это вот точно поднимет настроение. И не обязательно такое практиковать только в новогоднюю ночь. Вот, знаете, как декабрь начался, вот тогда сразу же и можно уже, да. Но вот проблема. По телеку, как всегда, будет какая-то дичь. Или старые, засмотренные до дыр фильмы. Вот тут я смогу вам помочь. Потому что сегодня я приготовил топ отличных атмосферных и ламповых картин, которые просто суперски подойдут под НГ. Какие-то из них вы уже видели. Какие-то вообще не связаны с Новым годом. Но праздничные дни они точно способны скрасить. Что-то я, наверное, опять затягиваю начало ролика. Так что погнали уже. Начнем с чего-то простого и, возможно, всем известного. Это Рождество с неудачниками. Старый уютный фильм, который напичкан новогодней эстетикой. Он рассказывает про семейство кренков. Они устали от рождественской суеты, гирлянд, елок и прочего. Что? В этом году не будет гирлянд. Надо экономить энергию. И просто хотят отдохнуть. Причем отдохнуть в теплой стране на секундочку. Потому что снег их тоже утомил. У нас тут комедия. Так что, разумеется, все идет не по плану. И семейству все-таки приходится нырнуть в новогоднюю суету. Поиск продуктов для угощений, елки и всего такого. За что боролись, короче, на то и напоролись. Как по мне, это отличный вариант для тех, кто с ужасом вспоминает эти огромные очереди в магазинах и всю эту праздничную суматоху. А вот фильм, который лично я пересматриваю в новогодние дни. Это «Отель Гранд Будапешт». В нем вроде нет ничего праздничного, но до чего же он крутой. Заснеженные пейзажи вымышленной зубровки. Отличный актерский состав и просто потрясающая работа над декорациями и постановкой кадра. В героев влюбляешься с первых сцен, а необычная подача историй цепляет. Нам рассказывают про консьержа Месье Густава и его портье Зеро. Они оказываются вовлечены в заговор, связанный с завещанием трагично усопшей гости отеля. Их ждут разнообразные приключения, полные комичных ситуаций под очаровывающий саундтрек. Звучит очень интересно, но есть одно «но» у фильма рейтинг R, как оказалось. Я знал, что дело нечисто. Я считаю, что это не заслужено, так как ничего мрачного или отвратительного в нем нет. Да, присутствует черный юмор, но в пределах разумного, без шуток ниже пояса. Все-таки действие фильма крутится вокруг убийства, а эта тема не детская, сами понимаете. Но в остальном картина милая и атмосферная, и точно скрасит праздничный вечер. Переходим, кстати говоря, к мультфильму, который недавно вышел и который уж точно можно смотреть вместе с детьми. Это «Клаус», недавняя работа Нетфликса, рассказывающая нам о появлении Санта-Клауса. Ну или взгляд на Санта-Клауса с реальной точки зрения. Фильм рассказывает нам про избалованного сына почтового магната. Отец хочет его проучить и отправляет на остров Смеренсбург. Но вот загвоздочка. Люди на этом острове разделены на два воюющих лагеря и вообще не пользуются почтой. Наш герой отчаивается, понимая, что домой ему не вернуться. Но потом он встречает отшельника Клауса, сарай которого набит игрушками и в его голове созревает план. А шо там за план, узнаете, посмотрев фильм. Вот. Который, кстати говоря, выполнен в классической 2D-анимации. И по атмосфере, и тону переносит нас в золотую эпоху Диснея. А не в то, что сейчас с этими CGI-ремейками. Клаус – это отличное новогоднее путешествие для всей семьи. И тут нечего добавить. Рождественские хроники тоже вышли недавно и отлично сгодятся для просмотра за праздничным столом. Брат и сестра Тедди и Кейт остаются на Рождество одни. Все вроде идет своим грустным чередом, как вдруг они замечают сани самого Санта-Клауса. Ну и делают то, что хотел бы сделать, наверное, каждый ребенок. Залезают в них. Однако хозяин неожиданно возвращается и забирает их с собой. Эй, тормози дай. Вы кто такие? Так, не общайся с ней. Это приводит к тому, что сани ломаются, олени разлетаются, а Рождество все еще не закончилось вообще-то. И Санте на пару с детьми приходится его спасать. Легкая, местами забавная комедия, то, что нужно, мне кажется. Да и Санта-Клаусу, на секундочку, играет сам Снэйк Плискин, то есть Курт Рассел. Старый добрый эльф. Можете уже писать в комментариях, что это баян, я ваши злые слова переживу. Мне, знаете ли, не впервой. Но если фильм классный и как раз актуальный в Новый год, что, вот что мне делать? Да и режиссер у него, кстати говоря, Джон Фавро, если вы не знали. Картина рассказывает нам про Бадди Хоббса. Его маленьким мальчиком приютили эльфы. Ленолас, что видит твой эльфийский взор? Алый рассвет. Ночью пролилась кровь. Эээ, те эльфы, которые Санта-Клауса, а не те, которые Элронда вообще-то. Он вырос и решил вернуться к своему родному отцу. Ну а встреча его разочаровала, и теперь он пытается вернуть людям дух Рождества. Ой, короче, это фактически уже классика. Вы все о нем знаете, я просто напомню. Вы думали, мульты закончились? А вот и нет. Есть у меня еще один крутой мульт. Это секретная служба Санта-Клауса. В нем мне нравится, как авторы взглянули на инфраструктуру и организацию работы по доставке подарков детям. Это вам не один дед, который судорожно бегает по дымоходам, а отдельная ячейка Ми-6 со спецназом и командным пунктом покруче, чем у НАСА. Ну и еще бы, доставить подарки всем детям в мире за одну ночь, это сложная техническая задача, которая требует долгого планирования. И вот получается так, что из-за маленькой ошибки один ребенок в эту ночь останется ни с чем. Исправлять ситуацию берется Артур, младший в семействе Клаусов. Наверное, потому в оригинале фильм называется Артур Крисмас. Ну да ладно. Картина семейная, заставит вас поулыбаться, а может даже немножечко так погрустить и подумать. Я думаю, про то, что фильм атмосферный и ламповый, мне в сотый раз говорить не надо. Я думаю, вы уже поняли, что у нас вообще-то вся подборка такая. Еще один фильм, а точнее фильмы, которые вроде бы не совсем новогодние, но до чего же они душевные. Это картины про Паддингтона. Особенно вторая часть. Приключения говорящего медведя из Перу в Лондоне словно специально созданы для новогодних праздников. Наверное, поэтому и выходили в канун Рождества. Не важно. Это фильмы для всей семьи, с юмором, который понятен и способен у любого вызвать улыбку. Знаете, вот бывают картины, где ты настолько проникаешься атмосферой и персонажами, что ну вот не хочешь с ними расставаться. Все это про Паддингтона. Он просто милый и по-хорошему детский. Правда? О, да. О. И вы в этой ситуации можете, конечно, возразить, да как так, да что же это такое, он же детский. А в чем проблема еще раз? Фильмы это искусство вообще-то, если вы вдруг забыли. И если они цепляют и захватывают, то у авторов получилось донести до вас какую-то мысль. Есть умные детские фильмы, а есть откровенный мусор, который ленивые создатели называют детским в кавычках, потому что дети типа посмотрят все и вся взахлеб. Ой, короче, что-то опять на философствование потянуло. В общем, смотрим Паддингтона, не стесняемся. Да, 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 добро пожаловать или соседям в ход воспрещен. Это тоже очень известный фильм, о котором я просто не мог умолчать. И промолчать тоже. Ёлки, гирлянды, снежок, теплые свитера. Вот этим вот всем вот фильм просто напичкан. Да еще и Дэнни Дэ Витта с Мэтью Бродериком в главных ролях. Два соседа воюют, кто круче отметит Рождество. Это если коротко описывать сюжет полуторачасового фильма. Разумеется, все это ведет к комичным ситуациям. На фоне в новогоднюю ночь, да еще и под оливьешку, точно подойдет. А, вы еще тут, да? Наверное, недовольны, что я насыпал вам торгу баянов, да? Ладно, хорошо, хорошо. Есть у меня парочка вариантов и идей, максимально нетипичных и лишенных новогодней эстетики. Ну как, почти все они лишены. Один фильм только вот не лишен, а все остальные вот они, да. Нет, еще и сейчас увидите, в общем. Ну что, вы готовы? Ах, если даже скажете нет, я все равно их перечислю, я же уже их написал. Короче, мультик «Хранители снов». Достаточно известный, согласен, но это не убавляет его крутости. И там есть эпичный Санта-Клаус с мечом. Если же вы хотите посмотреть что-то тяжелое и напряженное, типа триллер, например. Есть у меня вариантик для вас. Это новогодний эпизод «Черного зеркала. Белое Рождество». Мрачный, тягучий и пробирающий, как снежная буря. Еще и с неожиданным финалом. Да, это не для всей семьи, но зато со снегом. А вот вариант для тех, кто любитель душевных семейных посиделок возле телека. Я советую вам обратить внимание на классическую японскую анимацию Хаяо Миядзаки. Я бы выбрал мой сосед Тотара, например, если вы его еще не видели. Манящие пейзажи, интересные персонажи и необычный сюжет. Все прорисовано до мелочей еще в то время, когда 3D-анимация только зарождалась. Он добрый, а это главное. Еще можно глянуть «Летающий замок Лапута». Все, что я говорил до этого, вот эти вот все красивые слова, атмосферный, семейный, уютный, ламповый, вот это вот все про него. Да, согласен, японская анимация немножечко странный выбор, но знаете, у меня вообще Новый год ассоциируется с Астриэксом и Абиликсом. Вот потому что 1 января, когда я был маленький, по телеку постоянно крутили эти мультики. Да и справедливости ради скажу, что аниме я не люблю, но вот эти вот фильмы, которые я назвал, они просто цепляют и остаются в памяти надолго. Ну шо, как говорится, пора закругляться. Надеюсь, фильмы, которые я сегодня подобрал, помогут вам хоть немножечко зарядиться новогодней магией. Знаете, вообще есть такая красивая поговорка, хочешь себе праздника, сделай его себе сам. Поэтому сейчас встали, взяли гирлянду и развесили по всему дому, и уже как-то поприглядней будет. Еще, ребята, вот такая вот идея. Значит, сейчас берете все, отправляетесь в комментарии и пишите список своих любимых новогодних фильмов. Может быть, они будут известные, может быть, наоборот, неизвестные. Это не важно. Важно собрать в комментариях картотеку отличных новогодних фильмов. Если вам ролик тоже понравился, ставьте лайк, ну хотя бы в честь Нового года. Подписывайтесь на канал, заходите в наши телеграм-каналы. Увидимся. Пока. С наступающим. Если ролик, конечно, выйдет до, а не после. Субтитры сделал DimaTorzok